Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале «Экзегет» мы вместе с вами продолжаем рассматривать трудные места Священного Писания. Сегодня действительно у нас такой вот очень непростой фрагмент текста из книги «Деяния», в котором повествуется о страшном наказании Анании и Сапфири, когда они приходят к апостолу Петру, говорят, ну, вначале Анания приходит и говорит, что вот он продал все свое имение, решается вот это вот пожертвовать, но при этом он вместе с женой уже заранее утаил часть проданного, так сказать, вот оставил часть себе, но при этом демонстрирует, что он решил на самом деле все пожертвовать, что у него было. Апостол Петр провидит, что Анания лжет, проявляет лукавство, и после того, как грех Анания обнаруживается, он падает замертво, и точно так же затем оказывается наказана и его супруга Сапфира. И вот возникает вопрос, и нам люди задают такие вопросы. Почему же умерли Анания и Сапфира? Неужели их грех был настолько тяжелым, что повлек мгновенную смерть? Не слишком ли это жестоко? Ведь им даже не дали время и возможность покаяться. Ну, на самом деле, действительно, все это достаточно страшно, потому что мы сами очень часто проявляем и какую-то ложь, и какую-то подлость, и не всегда видим, во что это может вылиться. А вот в те времена, вот и почему это происходит? Да потому что вот только-только родилась церковь, в которую люди шли с искренним и чистым сердцем. И когда благодать Божия, вот она настолько явно действовала, что исцеляли больных, воскрешали мертвых, говорили на незнакомых языках, и те, кто видели явное вот это действие благодати Божией, они настолько вот откликались, что готовы были действительно отречься от какого-то своего имущества, все это принести в церковь, жить единым сердцем. И вот когда все хотели жить вот этим единым искренним сердцем, вдруг находятся те, которые, ну в каком-то смысле, вот как Иуда, знаете, который вынашивал свой коварный план, хотя жил тоже вот рядом с искренними учениками христовыми, вот, и вдруг появляются те, которые вносят коварство, и вот это вот коварство является смертоносным. Но прежде всего, мне хотелось бы немножко напомнить контекст вот этого печального события. Вот мы читаем в книге Деяний, что у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот такое было уникальное время, когда общность имущества, ну кто-то это называет как бы такой христианский коммунизм, когда все вот отказываются от личной собственности, жертвуют, и там даже так сказано еще, это конец четвертой главы. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот отчасти такой образ жизни, он сохранился где? Во-первых, в общежительных монастырях, где те, кто вот отрекаются уже от мира, они действительно отказываются от какого-либо имущества, и на самом деле вот монастырю все равно, вот ты именно монастырю жертвуешь свое имущество, или ты вообще вот отказался от него и просто пришел в монастырь. Самое главное – это твоя душа и твое искреннее сердце. И вот когда монах, он находится в обители, он не получает зарплаты. За все свои послушания, которые он проходит, у него нет какой-то зарплаты, и он живет в таком вот общем ритме духовной жизни. Но поскольку у монастыря появляются какие-то пожертвования, то нуждающимся монахам могут что-то вот выделить, или лекарства в связи с какой-то болезнью, или одежду, или еще что-то такое, то, что необходимо. И вот эти люди, которые отказались от всего своего, и всецело посвятили себя Господу, вот у них общее в монастыре имущество. Но отчасти я еще что вспоминаю. В дореволюционной России по-разному устраивалась жизнь в разных местах, и было, допустим, коллективное владение землей, когда в некоторых селах тоже вот такого вот не было, что вот именно свой навсегда клочок земли, а земля считалась общая, и выделяли на дело. То есть был определенный совет крестьян, старейшин этого села, и они смотрели, какая семья больше нуждается в каком наделе. Ну, допустим, там вот у Ивана у него пять детей, а у какого-нибудь там Василия у него уже двенадцать детей. И поэтому считали так, что на ближайшие три года мы Василию выделяем больше надел земли, потому что ему кормить больше детей. Все вот это вместе решалось, и действительно смотрели по нуждам крестьян. Земля считалась общая, общий выпуск скота. Если у кого-то оставался сирота, ну, вдруг появлялась такая вот ситуация, что сирота, то тоже смотрели, к какой семье его пристроить, и всем селом сообща решали. Ну, прежде всего, конечно, старейшины так решали, старейшие жители, и это вот действительно была такая форма нашей русской жизни. В целом, ряде сел, ну, до революции, естественно. Поэтому вот отчасти такая общность имущества, она проходила через нашу историю, но в первые века, вот понимаете, многие, они как обратились ко Христу, они становились проповедниками, апостолами или равноапостольными. И здесь, кстати, приводится такой же пример. «Так Иосия, прозванный от апостолом Варнавы, что значит сын утешения, Левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». И вот этот Варнава, который действительно как монах жертвует все, от всего отказывается, и, ну, что для него деньги? Ведь он впоследствии посвятил себя апостольским, миссионерским путешествием вначале вместе с апостолом Павлом проповедовал, а потом у него отдельный был путь, он вместе с евангелистом Марком проповедовал и во многих местах обратил многих ко Христу и в конечном итоге принимает мученическую кончину на Кипре, на своей исторической родине. Вот, и когда ты ради Христа уже идешь проповедовать, то зачем тебе эти имущества, да, этот дом, в котором ты уже не будешь жить, ты всецело посвящаешь себя проповеди, и Господь тебя не оставит. Вот как святитель Иннокентий, равнопостольный он тоже называется, он просвещал алиутские народы, он же там не приобретал себе никакого имущества, он, кстати, отправился туда, он был еще вначале просто священник, с молодой женой, с ребенком, и дети у них еще появлялись, и у них никаких там не было клочков своей земли. И Дальний Восток, да, Аляска, алиутские острова, они переезжали с места на место, но везде, вот, ради их искренности, ради того, что вот они несли чистое, доброе слово, то везде где-то им было и пропитание, где остановиться, где пожить, потому что Господь своих не оставляет. И вот в первом веке было то же самое. Многие шли проповедовать, и зачем тебе тогда эти имущества, а куда их отдать? А их отдать апостолам, потому что апостолы видят нуждающихся, других, и знают, кому уделить. При этом надо вот что, братья и сестры, отметить, что, конечно, вот мы, наверное, рассматриваем это как такой вот идеальный образ жизни, который не может долго существовать в нашем грешном мире, но повторяю, что отчасти вот это вот сохраняется все-таки, вот в общежительных монастырях. Ну, насчет вот крестьян, чтобы где-то сохранились в мире такие села, чтобы они распределяли вот честным образом вот такие наделы, я сейчас не знаю. А чем закончились перераспределения революционные, вы сами и без меня знаете. Поэтому мы возвращаемся вот к священному тексту, и там есть одна такая вот еще интересная такая вот вещь. Сказано, что все, которые владели землями и домами, или домами, продавая их, приносили цену продаванного, и уже апостолам отдавали. Так вот, судя по всему, тут речь идет о чем? Не о том, что вообще вот ты вот от всего отказываешься, и дальше уже вот продал свое жилье, и все, ночуешь там где-то под кустом, да, или возле стены какого-то вот Иерусалимского дома, в этих очень узких переулках. Там, кстати, прожить невозможно, вообще трудно предположить, как бы там, как там выживают бомжи. Летом ярко печет солнце, вот, и растительности особенно никакой. И вряд ли вот эти первые христиане, они оставались вообще без угла, где могли бы пристроиться. Вряд ли они становились бомжами. Но речь идет о землях и домах. То есть, если у тебя вот есть какая-то собственность, с которой ты дополнительный прибыток получаешь, когда ты пытаешься накопить какое-то жизненное состояние, покупая дома, покупая себе землю, то вот это люди и продавали, уже не пытаясь заработать себе здесь, есть на земле состояние. И они приносили это в церковь, где составлялось общее имущество и выделялось уже нуждающимся. Кто в чем имел потребность. И вот вдруг на общем этом фоне такого воодушевления, причем, повторяем, у верующих было одно сердце и одна душа. И второе, не было между ними никого нуждающихся не было. Вот на какой-то такой отрезок времени действительно удалось создать такую идеальную социальную структуру. Это такой вот золотой век церковной истории, когда люди буквально купались в благодати Божией, когда они были преисполнены любви, отзывчивости, искренности. И вдруг вот появляется искушение со стороны дьявола. И вот некий, читаем уже в пятой главе, муж именем Анания, с женой своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомые жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. То есть вот этот Анания вместе с Сапфирой, они внешне перед апостолами пытаются показать себя добродетельными, что вот и мы тоже, как вот этот апостол Варнава, как и прочие искренние христиане, мы тоже вот продали и все вот это жертвуем. Но при этом у них такая вот коварная мысль в каком-то смысле, как у Иуды, которая прошла через жизнь Иуды и выразилась в конечном предательстве. И они встали на этот путь, который привел бы их к конечному предательству. Вот мы видим это лукавство, подлость. Но тут происходит сразу три чуда. И самое первое – это то, что апостол Петр явно провидит состояние сердца, состояние сердца вот этого Анания. И говорит, что… Петр сам, конечно же, огорчен. И он говорит, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» То есть Петр, на самом деле, он не выступает как инициатор казни. Он не выступает здесь как сторонник человекоубийства, да, и даже не как такой вот инициатор наказания Божия. А он всего лишь навси выступает здесь как прозорливый человек, потому что он наделен Святым Духом, и Дух Святой ему открывает устроение души Анани, вот это вот пагубное устроение. И Петр, он ведь обращает внимание на самое главное – то, что во всю эту ситуацию вмешался дьявол, сатана. Вот как некогда в раю, когда тоже вот такой золотой век человеческой истории, и Адам и Ева тоже, да, вот супружеская пара, у них вроде было все, и такая вот искренняя жизнь, но при этом подкрадывается лукавый змей и внушает мысль. И Ева, а потом и Адам, они вот пригрели эту мысль, то есть пригрели эту змею у себя на груди, и вот так вот выросло это преступление, которое вначале было взлелеено в их сердцах, а потом уже выразилось в открытом таком грехе против Бога. То есть вначале сатана подбрасывает некую мысль, как прилог, а если мы ее принимаем и начинаем уже внутри себя вынашивать, то вот эта вот мысль дьявольская, она становится уже нашим достоянием, а дьявол, как сказано в Священном Писании, он есть человеко-убийца от начала. Он хочет убить человека духовно, ну и телесно в том числе, и вот на самом деле инициатором-то вот этой смерти является дьявол, так же, как и в раю, он обольщает первых людей, и из-за этого они умирают, не из-за того, что их Господь наказал, не из-за того, что Господь сказал, что все, раз вы там непослушны, я вас убиваю. Нет, сам грех и является смертоносным, потому что грех есть рассечение своей связи с Богом, а Бог и есть подлинная жизнь. И вот апостол Петр, он фактически показывает, что здесь воспроизводится там же самая ситуация, и говорит, почему ты попустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому, то есть, ложь пред Духом Святым, это уже вот человек, он двуличный, и он уже отсекает себя от Святого Духа. А вот как мы произносим в молитве Царю Небесный, Святому Духу молимся, что он есть жизнеподатель, да, Святой Дух есть податель жизни, поэтому, утрачивая Святого Духа, мы утрачиваем того, кто подает нам истинную жизнь. И, соответственно, вот она прямая дорога к смерти, и в этом была подлинная причина их умирания. Но дальше Петр еще пытается, ну, не то чтобы разумить, а как бы показывает, говорит, что вот то, чем ты владел, не твое ли было, да, ведь никто у тебя не выманивал, никто не тянул тебя показать таким вот добродетельным, щедрым, милосердным, что ты все там продал и отдал. То есть, не было такой заповеди, не было такого закона, что все, кто вступает в церковь, должны отсечь все свое имущество. Но если ты уже приносишь некий как бы вот обет пред Богом, да, и при этом тут же его нарушаешь, или коварно, вот как, знаете, нельзя наполовину стать монахом, да, или наполовину стать священником, что посвятить себя, но при этом как бы придержать что-то. Вот так же и здесь, когда ты решился уже что-то вот пожертвовать и потом вдруг неожиданно что-то придерживаешь, но продолжаешь себя демонстрировать, что ты действительно такой вот бессребренник, такой добродетельный, то в этом и возникает ложь перед Духом Святым. И Петр именно за это и попрекает, говорит, приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? И вот дальше самое главное. Ты солгал не человеком, а Богу. То есть суть этой трагедии заключается в том, что Ананни и Сапфиры, они оказались лжецами перед Богом. По большому счету всякий грех это самообман. Вот. И многие грехи, они тоже являются вот таким, такой попыткой обмануть Бога. И вот как только это обнаруживается, мы читаем услышав все слова, Ананния пал бездыханен. То есть как только обнаружился его грех, тут же и наступает наказание. Ну и вот, конечно же, и у вас может возникнуть вопрос, и мы зачитали такие вопросы, ну почему это так вот сразу, даже не дали как бы епитимию какое-то время. Ну, во-первых, все-таки не апостол Петр здесь решает, когда покинуть земной мир Анании, а потом и Сапфири. Здесь мы видим, что как только обнаружился его грех, как ложь перед Святым Духом, ложь перед подателем жизни, так тут же он и расстается с жизнью. Вот бывают такие грехи, которые как бы вот они уже за порог некий переступили. Когда в Первой христианской церкви все вот еще они дышат этой искренностью, взаимной любовью, они доверчивы, они искренне верят в то, что именно в церкви благодать Святого Духа, и тут среди ними вдруг какие-то лукавые люди, которые пытаются может быть даже нажиться за счет таких вот братьев и сестер во Христе, потому что все же приносят и жертвуют церковь, а они часть себе оставили, и потом еще могут часть взять из общего достояния церкви. И вот здесь не Петр, здесь действует сам Святой Дух, и иногда бывают такие грехи, которые вот настолько они входят ну как бы в общий контраст с жизнью, что наказание следует молниеносно. Вот я помню, как один из старцев Святотроицкой Сергея Лавры, отец Виссарион, игумен Виссарион Остапенко, он рассказывал, как, ну он же поскольку еще вот после Второй мировой войны пришел в монастырь, и он застал некоторых монахов, которые после революции, еще до закрытия Лавры, вот они пришли с южных монастырей в Лавру, потому что они думали так, что, ну по наивности своей думали, что если революция захлестнула вот эти вот южные края и там беспорядки, то может быть надо идти на север, вот как, знаете, когда монголо-татарское нашествие было, то южные места, они были все разорены, и монашество уже распространилось в северных местах, и вот так сама Свято-Троицкая, Сергиевая обитель возникает на тот момент вот в северных русских местах, и вот эти вот монахи, они тоже отправились на север, но пока вот они шли, им на пути повстречалась женщина, которая подошла и рассказала про свою очень тяжелую ситуацию, вот она была одна дома с маленьким ребенком-младенцем, и тут приходят красноармейцы, это была продразверстка, когда пытаются вот везде, где возможно, собрать все, что есть, весь хлеб, все продовольствие, которое было, и вот эти красноармейцы, они озлоблены, рыскали по всем углам, но ничего не нашли, и один из них настолько был злой, что, ну, видимо, что-то прямо вот от дьявольской такой натуры, что он сказал, говори мне, где твои сокровища, куда ты спрятала, ну, вроде не может быть такого, что даже куска хлеба здесь нет, а она по искренности говорит, что никакие у меня сокровища, вот все мои сокровища и показывает на своего младенца, и тут же вот этот красноармеец в страшном озлоблении, как одержимый, хватает ее ребенка и, в общем, хватает его за шею и умершляет, убивает тут же у нее на глазах, она вся в отчаянии, в ужасе, не может вымолвить слово, а он вот по улице проходит несколько шагов, и вдруг шальной снаряд прорывает ему живот, но вот именно пролетая мимо, он разрывает ему живот, так что у него кишки наружу, он падает, и он тут же понимает, что это вот молниеносное наказание за его страшный грех, потому что, повторю, бывают такие грехи, которые вопитют к небу, когда ну вот настолько они контрастно греховные, настолько они черные, даже вот по меркам революции тех злодеев, которые происходили, все равно этот вот грех, он был чрезмерен, это было уже перешагивание за черту, и Господь тут же наказывает, чтобы показать всю вот мерзость происшедшего греха, и он опять-таки кричит этой женщине, говорит, скорее позови какого-нибудь священника, чтобы он отпустил мне этот грех, он понимает, что это вот Бог его наказал, вот когда оказывается, понимаете, не всегда доброе слово, не всегда сострадание и прощение, а иногда и жесткое наказание бывает более таким весомым вразумлением в случае греха, и в данном случае этому красноармейцу такое наказание стало вразумлением, он тут же и про Бога вспомнил, ужаснулся своему поступку, и он эту же женщину просит, найди скорее священника, чтобы он пришел, отпустил мне этот грех, она говорит, где же я найду, ну и он перед тем, как умереть, говорит, вот, ну все равно поищи, что вот может быть мне священник отпустит такой грех, вот тоже до революции у нас на Руси была такая традиция, что если умирающий он искренне кается, а вот рядом священника нет, он может свой грех исповедать кому-то из близких людей, а тот уже, придя к священнику, передаст вот исповедание умершего, расскажет его раскаяни сам грех, и священник действительно, ну была такая вот традиция у нас на Руси, он читал разрешительную молитву, произнося имя почившего, отпуская грех уже тому, кто умер, но ведь он, главное, он успел раскаяться, и вот эта вот женщина вот к этим монахам и подошла с этой историей, вот смотрите, каждый делает такой вот духовный шаг вперед, этот убийца, он раскаивается, он сердечно раскаивается, и на самом деле мы не знаем, может быть, Господь это покаяние принимает, а мама почившего, погибшего ребенка, она тоже делает шаг вперед, потому что прощает этого красноармейца и даже ищет священника, который прочитает разрешительную молитву над ним, вот насколько бывает важно иногда такое очевидное наказание, которое Господь проявляет, и на самом деле здесь в случае Анании и Сапфиры мы видим схожую ситуацию, и так вот Анания пал бездыхания, и написано «И великий страх объял всех слышавших это», и тут все поняли, что нельзя играть в таких вопросах и проявлять лукавство перед Духом Святым, ведь в первой церкви Святой Дух он явно себя проявлял, и поэтому всякое лукавство, лицемерие и ложь перед Духом Святым в каком-то смысле становились вот такой хулой на Духа Святого, и это могло быть наказано очень строго. Потом значит вот хоронят этого Ананию, и приходит жена и Петр спрашивает «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» как бы он призывает ее к покаянию, он пытается у нее уточнить, но он тоже не навязывает ей уже известного, известной ему реальной ситуации, как бы пытается ее испытать, может быть, она думается, но она говорит «Да, за столько», и Петр сказал «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» То есть вот грех перед Святым Духом, и он говорит «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». То есть он тоже провидит, что Господь за это накажет, потому что, а точнее, сами люди себя наказали, сами люди себя наказали, лишившись Святого Духа, как подателя подренной жизни. И действительно, она тоже упала у его ног и спустила Дух. Ну, конечно, вот это стало таким огромным уроком, и дальше тоже читаем «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Ну, еще можно добавить «Руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса, и с посторонних же никто не смел пристать к ним». То есть, понимаете, вот это была особая жизнь, когда важно, чтобы посторонние, те, которые внутренние, чужие, они все-таки не входили в церковь. Иначе, когда они вторгаются как некое инородное тело, и потом, знаете, как раковая опухоль, она начинает все поглощать, оттягивать на себя силы организма, и организму очень тяжело с ней бороться. Вот такой раковой опухоли не должно быть в церкви. Но все-таки мы что еще смеем сказать? То, что может быть вот это вот наказание, оно как раз для них тоже было искупительным, для Анани и Сапфиры. Почему? Потому что это уже временное, земное наказание, а тот, кто наказан здесь, на земле, он уже получает некое облегчение там, в загробном мире. Они понесли именно здесь наказание, и это лучше, если бы они прожили всю жизнь в церкви вот с такой подлостью, лукавством, неискренностью, как некие лжебратья или лжесестры, а потом мирно расстались с земной жизнью, и уже там за гробом получили бы полное воздаяние. То есть, вот эта вот смерть страшная, которая даже запечатлена в книге Деяний, где их имена приводятся, Анани и Сапфиры, то есть, это же такой ведь позор, можно сказать. Может быть, вот этот позор и это наказание становится и для них искуплениям, ведь все, что Господь делает, Он делает для нашего вразумления и для нашего спасения. Так что мы не должны решать за Бога, кого и как наказывать, кому и что попустить, и уж тем более не должны пытаться судить тех, кто понес Божие наказание. Вот. Ну, а в конечном итоге всем нам очень важна вот искренность, чистосердечие, чтобы тоже не быть ни в чем лжецами перед Святым Духом. Если в чем-то согрешаем, то искренне кается и через вот такое искреннее чистое сердце быть причастниками благодати Святого Духа. Да, Господь нам всего этого сподобится и храни вас, Боже, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok